Смена руководства города предвещает собой свежий, современный, а значит нестандартный подход к решению стоящих задач. С приходом к браздам правления Шимкента Габидулы Абдрахимова все так и произошло. В день своего назначения на должности Акима города Габидулла Рахматуллаевич торжественно пообещал превратить областной центр в самый лучший и привлекательный для жизни и туризма город. Сделаем город самым красивым не только в Казахстане, но и в мире, чтобы этот город не хотелось покидать. А если людям и приходилось уезжать из Шимкента, то они бы плакали. Уже через месяц Габидулла Абдрахимов представил активу области проект концепции развития Шимкента до 2020 года. В этом документе рассказано о том, как поэтапно в ближайшие пять лет Шимкент будет трансформироваться в современный мегаполис, комфортный для жителей и привлекательный для гостей. Рассмотренная вот эта концепция, она, конечно, очень интересная, неплохо проработанная, значит, финансово-экономические, технические составляющие. Вот, конечно, там нужно нам еще сделать достаточно глубокий анализ сильных и слабых сторон. Следующим новшеством стало внедрение системы конкурсного отбора директоров школ. И это лишь малая часть. Запланировано создание попечительских советов, а также обеспечение родителей современной формой электронного контроля посещаемости и успеваемости детей. Я, конечно, волновалась и переживала, особенно когда Аким задавал такие вопросы. Но я приятно удивлена тому, что сам Аким контролирует процесс принятия на работу директоров школ. Ответственности больше. Аким взял курс на развитие Шимкента как умного города. Современный жилой и деловой район Шимкент-Сити должен стать прообразом будущего Шимкента. Для строительства смарт-города заключен меморандум с компанией «Айкон». Она, в свою очередь, будет привлекать инвесторов для строительства нового областного центра. В Соединенных Штатах Америки считаются самые дешевые кредиты. И для того, чтобы привлечь именно иностранного инвестора, они потребуют таких сильных зарубежных компаний. И вот «Айкон» является как бы мировым лидером именно по этой части. Мужик сказал, мужик сделал. Большое вам спасибо. Я вчера выяснился. Усиленными темпами ведутся работы по программе модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание было уделено старым лифтам в жилых многоэтажках Шимкента. Всего в областном центре 112 лифтов, 68 из которых были построены еще в советские времена. И согласно поручению Габидлы Рахматулаевича, большая часть из них уже заменена. Ознаменовался этот год и внедрением экотранспорта велосипедов. Первые 40 велостанций и 200 единиц велосипедов были установлены согласно социальному проекту «Шимкентбайк». Сейчас ведется прокладка 16 тысяч квадратных метров тротуаров с велодорожками. Также мы планируем строительство дополнительных 20 тысяч квадратных метров тротуара. Изменение внешнего облика Шимкента – это не главное. Самое важное ожидание Габидлы Рахматула – это изменение менталитета южан. Я не занимаюсь пиаром, я занимаюсь пропагандой велоспорта, для того, чтобы люди из автомобилей пересаживались в велосипеды. Вы же сами знаете, да? Человеку надо просто былочную сходить за хлебом, два квартала. Он заводит машину, ездит на машине. Утром выезжают на работу отец на машине, мама на машине, дочь на машине в университет, сын на машине в университет. За одной семье четыре машины, а вы задаете вопрос, почему у нас пробки. Поэтому, если в каждой семье будет по три-четыре машины, конечно, будут пробки. А если бы студенты ездили бы на велосипедах, например, тем более первые полчаса бесплатно. Вы взяли на станции велосипед, за 20 минут доехали, поставили на другую станцию, вы в университете бесплатно. На ближайшие годы запланировано строительство пяти очистительных сооружений в соединенных районах города, которые остановят слив канализации в городские реки Бадам и Кошкарату. Пообещал городской глава привести в порядок ирригацию Шимкента. А для разгрузки городской магистрали предложено построить пять автомобильных развязок. Бахром Абдулаев, Нургаликош Аналиев, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Утрат».